Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают К сожалению, Дунай у нас находится в отдалении 24 километра от пожарной части Поэтому осложнение обстановки происходит в связи с отдаленностью объекта выезда Это уже не первый случай, когда в поселке Дунай горят автомобили Так, 25 ноября 2011 года по улице Морской дотла выгорела машина Toyota Leon Причиной возгорания, как было установлено, стал поджог К сожалению, в поселке Дунай периодически происходят поджоги автомобилей И в основном это, конечно, автомобили, которые брошены на улицы Которые не поставлены на охраняемую стоянку И, конечно, такие автомобили очень часто поджигают Как удалось выяснить пожарным дознавателям, владельцу сгоревшего автомобиля никто не угрожал Его транспортное средство находилось в хорошем техническом состоянии Поэтому версию о том, что автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания, пожарные отвергли сразу Хозяин, мы быстро обнаружили хозяина По его словам, накануне вечером он ставил автомобиль возле дома И утром обнаружил его полностью сгоревший По его мнению, это был поджог Причины произошедшего сейчас выясняют пожарные дознаватели и полицейские Проводятся оперативно-розыскные мероприятия Трагедия всегда приходит неожиданно Так случилось 21 февраля На восьмом этаже дома по улице Комсомольская, 19 случился пожар Сообщение о возгорании поступило диспетчеру специальной пожарной части номер 4 около 17 часов На место происшествия выдвинулся пожарный расчет и спасатели Прибыв на место происшествия, оперативные службы обнаружили, что едкий дым окутал весь коридор восьмого этажа, не пощадив и квартиры По словам пожарных дознавателей без специальных средств защиты органов дыхания, подобраться к очагу возгорания не представлялось возможным Жильцы, проживающие в квартирах левого крыла на восьмом этаже, оказались в западне и выбраться из своих квартир самостоятельно не могли Паники, как таковой, среди жильцов не было Многие, кто успел выйти из своих квартир, вместе с сотрудниками Госпошнадзора оказывали помощь тем, кто был отрезан от эвакуационных путей Мы совместно с жильцами дома и водителем пытались потушить огонь Кроме того, в квартире номер 138 находилась девушка с маленьким ребенком К ее квартире не было возможности пробраться Поэтому мы совместно с жильцами девятого этажа, квартира, которая находилась выше той, где девушка с ребенком находилась Спустили веревку, девушка завязала веревку, положила ребенка в пакет, получается, специально для переноски детей И подняли на девятый этаж ребенка, тем самым спасли, как говорится, ребенка Вскоре подоспели на подмогу еще два пожарных расчета Как выяснили пожарные, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем Как известно, в малосемейках периодически складируется всевозможный хлам, старая мебель, строительный мусор Кроме того, на этаже была построена перегородка, которую соорудили сами жильцы Они установили ее, чтобы оградить свои квартиры от внешнего вмешательства, что и создало проблемы при тушении пожара Именно из-за данного самовольно возведенного сооружения жильцы оказались в огненной западне Сами же жильцы устраивают различные перегородки, выставляют старую мебель, оставляют мусор Тем самым провоцируя подростков и приходящих туда людей поджигать или бросать окурки Люди поставили ящики в коридоре, на восьмом этаже Большие ящики поставили вот такие деревянные, огромные И слаживают туда свою рухли Ну никакое не положено, что дома мешает Они слаживали в этих ящики И держали их на замке в коридоре Кто подпалил, мы же не знаем, кто подпалил Огнем был охвачен не только мусор, но и двери квартир и счетчик Горели провода электропроводки Едкий дым буквально окутал весь этаж Горевшая проводка начала выделять токсичные газы Пожар удалось локализовать в течение часа После этого проводилась проливка этажей с восьмого по первый Более одной тонны воды потребовалось, чтобы полностью ликвидировать очагитление И лишь благодаря слаженным действиям пожарных жертв удалось избежать Просьба такая, чтобы не устраивали эти перегородки Раз, не выставляли мебель Убирали мусор Установили для этого оборудованные места То есть у нас придомовые участки Там туда все выносили Они выставляли в коридоры Ну и поменьше пожаров Подобные пожары в малосемейках в нашем городе не редкость В этот же день возгорание произошло и в доме по улице Строительная 3 Там так же, как и на Комсомольской, горел строительный хлам Возгорание удалось быстро локализовать Еще один пожар произошел в ночь с 22 на 23 февраля И опять горела малосемейка Сообщение о пожаре поступило диспетчеру специальной пожарной части номер 4 Около 3 часов ночи На место происшествия выдвинулся пожарный расчет Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит квартира на пятом этаже Ее хозяева отсутствовали По предварительным данным, под дверь неизвестной налили какую-то горящую жидкость По словам одного соседа, примерно за час до того, как приехали пожарные Он видел, как возле данной квартиры горел коврик Он принес ведро воды и потушил его Однако, судя по всему, огонь успел пробраться в квартиру Поэтому, когда приехали огнеборцы, пламенем была охвачена вся прихожая В самой квартире, да и в коридоре, была сильная задымленность Пожар удалось локализовать в 3 часа 47 минут В результате возгорания никто не пострадал Сейчас пожарные дознаватели выясняют причины произошедшего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok